Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Республиканский форум «Будущие интеллектуальные лидеры» — так называется интересное событие, которое пройдёт на этой неделе. 28 апреля здесь пройдёт торжественная церемония вручения удостоверений статуса действительных членов Малой Академии наук Республики Саха, Якутия. Итак, сколько заявок было подано в этом году? В каком возрасте дети могут быть исследователями? И когда к ним приходит интерес к науке? Об этом и многом другом далее в нашем разговоре. И наши собеседники в студии — это ректор Малой Академии наук Республики Саха, Якутия Василий Климович Павлов. Добрый день! Добрый день! И ученик 11 класса физико-технического лицея, действительный член Малой Академии наук Артём Мартин. Добрый день! Здравствуйте! Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Саха-Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Василию Климовичу. В этом году, насколько я знаю, форум проходит уже восьмой раз, да? А вообще, как зародилась такая традиция? Это произошло в 2016 году. 15 января было постановление правительства нашей республики номер 5 о том, что у нас будет конкурс открытый для, значит, член-корреспондентов и действительных членов Малой Академии наук. И вот этот конкурс у нас с тех пор и продолжается. Всегда где-то 500, 490 детей обычно подают заявление. Это открытый конкурс. У нас конкурс, значит, такой интересный, потому что здесь, например, заявление отправляют дети даже первого класса по 11 класс. В этом году это тоже не стало исключением. У нас появились член-корреспонденты, например, четвёртого класса. Это Луиза Захарова из Аминги. У неё очень интересная работа по предпринимательству. И пятиклассница из Нерингри, Владислава Корсун. Она сделала очень интересный такой психологический анализ, исследование о детях из Донецка, которые реабилитируются и становятся, значит, полноценными членами нашего общества. Здесь в Якутии тоже очень интересный такой проект. Ну и вообще ребята из 29 улусов, районов нашей республики, всего 117 школ. Это все представители этих школ. Они, значит, в этом году принимали участие и стали академиками. Естественно, есть такие районы, которые у нас рекордсмены. Это Горный, Улус, Мегин-Кангалаский и потом Нерингринский район. Ну и, соответственно, значит, город Якутск. И в то же время есть районы, которые не очень охотно принимают участие. Ну это в силу разных, значит, обстоятельств. Потому что, во-первых, это отдалённые районы у нас, да, так сказать. И всегда есть такая вот у нас семёрка таких районов. Они обычно находятся в очень далёком, отдалённом, значит, расстоянии от нас. Поэтому вот получается очень тяжело, да, и трудно с этими заявлениями. Ну это же очень интересно, что дети, вот, например, уже начиная со школьных лет, могут получить такие почётные звания. Например, член-корреспондент или член Малой Академии Наук. Это получается практически так же, как во взрослой Академии, я так понимаю? Дело в том, что тут у нас каждый год проводится этот открытый конкурс. И стекают сроки членства в течение года. Но во время этого года они должны показывать очень различные интересные, участвовать в мероприятиях, показывать себя как активные члены вот этого академического, молодёжного, школьного сообщества. Выступать перед ребятами, заниматься наукой. И потом ещё раз могут подавать. Но самая важная часть, да, кстати, это то, что ещё они и получают стипендии, так называемые, академики и член-корреспонденты. Ну и, соответственно, это очень такое престижное название, да, так сказать. Многие, которые там принимали участие, становились нашими академиками, член-корреспондентами, потом уже показали себя в качестве хороших студентов, занимаются сейчас наукой. Можно даже многих вспомнить, потому что уже мы проводим это уже восьмой раз. Хорошо. А вот есть ли ограничения по возрасту, да? Сколько лет, например, самому юному академику? И есть ли у вас, например, академики, которые доказывали своё членство на протяжении нескольких лет, например? Да, у нас есть очень хорошая традиция, что многие ребята, которые принимают активное участие уже много лет, бывает так, что шестого-седьмого класса, да, принимают активное участие, они становятся каждый год там академиками, член-корреспондентами. И это замечательная такая традиция. В этом году, как я уже сказал, были дети у нас и заявления первоклассников, да, так сказать, и как раз у нас самые молодые, это член-корреспондент четвёртой класса, я уже сказал, Луиза у нас, Захарова, да, из АМГИ, ну и пятиклассница, которая стала действительным членом нашей академии, то есть академиком, да, это Владислава Корсун из Нью-Рюнгри. То есть это уже такие возможности даются очень широкие для наших детей, все республики, принять участие в данном конкурсе. А как вообще проходит отбор, в какой форме? Вот вы сказали, примерно около 500 заявок поступает ежегодно, да, и вообще кто входит в конкурсную комиссию, кто решает, действительно, вот может ли этот ребёнок быть академиком? Здесь у нас очень всё транспарентно. Каждый у нас участник имеет свои достижения, которые зарегистрированы, да, буквально, значит, они имеют свои грамоты, разные сертификаты, всё это загружается в нашу систему, которая называется ЛК-14, это наша платформа, да, онлайн-платформа, и каждый вот сертификат и участие в различных конкурсах, оно имеет определённые баллы, это всё очень открыто, и эти баллы, значит, суммируются, это всё делается у нас всё автоматически, и выявляется такой рейтинг, и по рейтингу этих ребят они становятся автоматически у нас академиками и член-корреспондентами. За всем этим процессом, естественно, наблюдает комиссия, очень авторитетная, из-за учёных известных, вы знаете, наверное, доктора Михаила Михайловича Чаросова, профессора нашего, вот он один из таких активных членов данного, значит, нашего конкурсной комиссии, ну и, соответственно, значит, многие известные учёные принимают участие, ну и, соответственно, смотрят за стандартом, да, который у нас имеется в отборе этих ребят. Василий Климович, вот вы на протяжении уже нескольких лет видите, да, как действительно дети стараются, например, достичь определённых успехов, да, в научной деятельности, хотят стать член-корреспондентом, дальше, например, членом Малой Академии Наук, да, дальше они могут, например, связать свою жизнь с наукой. А вообще, на ваш взгляд, вот, что даёт это членство, да, может быть, стимулирует их, даёт, может быть, какие-то, не знаю, устремления в будущее, влияет на выбор будущей профессии и так далее. Да, это очень важный момент, потому что человек, который занимается реально, искренне, да, своей вот в деятельности научными исследованиями, это юный исследователь, который знает, да, сыну своего труда. И когда мы его отмечаем, да, когда он становится нашим академиком, да, юным, то он уже понимает, да, что его работа оценена. И это очень важно, потому что людям всегда полезно, да, знать, насколько вот их воспринимает общество, и это полезно, и это важно. Мы им даём такие, значит, звания, которые потом способствуют их развитию в дальнейшем, да, так сказать, потому что все вот наши академики, член-корреспонденты, это люди чрезвычайно одарённые, разнообразные, и они сейчас, вот, например, уже, которые закончили школу, учатся самых интересных в университетах нашей страны, занимаются удивительными вещами. Я могу вот много рассказать о них, да, так сказать, Кирилл Полтерыхин, Смак Сагаллах, он у нас был дважды академиком, да, так сказать, он уже завершил своё образование в Тусуре, это в Томске, да, так сказать, в знаменитом университете, да, так сказать, управление системой, там, радиосвязи и прочее. И он работает в Институте сильно точной электроники, и у него уже научные статьи в иностранных журналах. Это очень хорошо и интересно. Вот, например, у него планарная аппроксимация для пульсовых радаров, которые вот сейчас могут быть используются для защиты нашей страны. Вот такие важные моменты. Или можем вспомнить Артемия Козлова, тоже нашего замечательного хангаласского ребёнка, да, так сказать, который сейчас уже завершил своё обучение, значит, как бакалавриатскую, свои, значит, образование в Политехническом университете Санкт-Петербурга имени Петра Великого, да, как раз занимается нанотехнологиями. Очень такой известный человек у себя в университете. Как здорово. Ну и у нас сегодня есть гость в студии Артём. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, где ты учишься. Ну, я Артём Мардин, учусь в девятом классе в ФТЛ, и занимаюсь научной деятельностью и дебатёрским движением в республике, в Якутске и так далее. Ты являешься, насколько я знаю, действительным членом Малой Академии Наук нашей республики, да? Ты вообще помнишь, как проходил отбор и вообще какие чувства испытал, когда узнал, что ты попал? Да, конечно, помню. Это было относительно недавно. И я был крайне поражён, потому что я занял 12-е место в строчке общего зачёта, что для меня является довольно хорошим показателем на самом деле, потому что 12-е место в республике среди учеников с 1 по 11 класс по уровню достижений. Это, ну, говорит за себя, скажем так. Ну, подавал заявку. Я, в принципе, не нервничал. Это было спокойно относительно. Самая волнительная часть — это, наверное, запись видеоролика, потому что к достижениям нужно ещё и добавить ролик, почему именно ты должен стать действительным членом или членом корреспондента Малой Академии Наук, где нужно рассказать про себя, рассказать, кто ты такой, что ты делаешь для республики и почему именно ты должен стать им. То есть обосновать? Да. Хорошо. А вообще как ты начал увлекаться наукой? Во сколько лет это случилось? Ну, если брать науку в рамках конкурсов, я могу сказать, что это был 7 класс. А если брать науку в плане стиля жизни, скажем так, то я, наверное, даже не помню этого, потому что с детства очень много читал литературы, ну, детской и не то что детской, в плане энциклопедии, скорее, можно сказать. И когда мне только попал в руки паяльник, это было лучшее время в моей жизни. Это, наверное, было 7-8 лет, и я разбирал всё, до чего мог добраться. Не собирал это, конечно, обратно, потому что был маленький, но это было, как минимум, очень интересно. И думаю, что именно тогда сложились мои исследовательские наклонности, скажем так, и то, что это помогло мне. Детский интерес? Да, то, что детский интерес к науке проявляется уже в столь раннем возрасте. Хорошо. А кто был твоим наставником? Кто помог тебе сделать первые шаги в науку? Это человек, которому я до сих пор очень благодарен. Он сейчас работает учителем информатики в ФТЛе. Это Юрий Николаевич. То есть примерно в 6 классе я записался в кванториум. Он там работает педагогом. И он сказал, что нужно поддаваться, нужно делать максимально всё, чтобы тебя заметили, потому что исследовательская деятельность в Якутске очень развита благодаря Малакадемии наук. И вот «Шаг в будущее», на котором я участвовал первый раз в 7 классе, у меня была на самом деле довольно слабая работа. Но это уже показало мне устройство того и суть того, как это работает. И уже впоследствии я начал занимать уже призовые места не только на уровне республики, но и международном, всероссийском и так далее. Какими своими, например, научными работами или победами ты можешь гордиться на сегодня? Одна из моих самых любимых побед – это, наверное, золотая медаль на международной конференции в Иране, потому что это была, наверное, одна из первых конференций, на которых можно было получить достижение, скажем так, то есть грамоту с медалью. Потому что до этого я участвовал в конференциях, и это были скорее научные выставки, на которых ты просто рассказываешь про свой проект. Это, конечно, огромный фидбэк, скажем так, то есть обратная связь от людей, которые тебя слушают, потому что огромное количество ученых со всех точек мира приезжают на эти конференции, и они реально хотят помочь тебе улучшить твою работу, что позволяет тебе прогрессировать в направлении. Но именно первая конференция, на которой можно было получить какое-то достижение, то есть вот я получил золотую медаль, это именно конференция в Иране. А где ты еще участвовал со своими работами? Ты можешь перечислить, например, города, хотя бы географические, да? Мы участвовали от имени Малакадемии наук в Эмиратах, в Казахстане, в Иране, в Тайване на конференции участвовали. Я недавно участвовал на высшем пилотаже, который проводит высшая школа экономики. Ну и, наверное, WorldSkills можно причислить к ним, но он уже республиканского уровня. Ну и, конечно же, шаг в будущее, который проводит Малакадемия наук. Ну как здорово! А над чем ты работаешь сейчас? Вообще какая тема тебя привлекает? Основная часть моих научных проектов связана с аэрокосмической отраслью, и сейчас я работаю над проектом... Ну, если говорить вкратце, у нас есть двигатели ракетные для небольших моделей, и у них есть свойство приходить в негодность со временем. Но мы не можем никак это отследить, потому что там нету датчика, который говорит, этот двигатель работает, а этот не работает. И сейчас мы работаем над системой, которая позволяет, использовав один двигатель из партии, доказать работоспособность всей партии, которая хранилась условно на складе. То есть там три года она лежала где-нибудь в холодном помещении с влаженностью высокой, двигатели напитали в себя воду и перестали работать. И нам не нужно вставлять двигатель в ракету, поджигать и проверять. Мы просто разработали систему, которая позволяет именно с помощью одного двигателя понять, работает ли вся система или нет. Здорово! Я вот слушаю тебя, и мне кажется, что действительно растет настоящий будущий ученый. Главное — интерес. Должен быть интерес у человека, когда он искренне должен в это верить и идти вперед, так сказать. Потому что исследователь — это прежде всего человек, который рискует, так сказать. Он всегда идет вперед, он должен рисковать. Это очень важно. Это в свое время еще заметил Аристотель, когда он сказал, что есть три вида людей. Это живые и мертвые, и те, которые в море. Море — это те, которые следуют окружающим миром. Это очень важно. Иначе бы у нас не было бы прогресса. Артем, а что дают тебе членство? Членство в Малой Академии Наук нашей республики? Ну, в первую очередь, это, конечно же, уважение. Как к самому себе, так и внешнее уважение других людей. Потому что это показатель твоего уровня достижений, скажем так. То есть, условно, пока ты не придешь и не скажет, вот, я занял 12-е место, тебе скажут, ну, кто ты такой. То есть, достижения все можно нивелировать, если ты не понимаешь значимости их. А вот именно действительное членство в Малой Академии Наук — это уже настоящий показатель, с которым можно равняться и соревноваться, скажем так. То есть, условно, у меня друзья, кто-то занял 34-е, кто-то занял 2-е место. И вот можно соревноваться за счет этого с друзьями, с товарищами, даже с незнакомцами, на самом деле. Потому что будущий интеллектуальный лидер — это же как раз смена, которая приглашает к себе всех, кто прошел на стипендию. И там вот самые образованные, самые интеллектуальные люди нашей республики, которые знают, чего хотят, которые хотят развивать свою страну, свое государство. И это очень интересно, как минимум, потому что общаться с умными людьми — это всегда очень интересно. И вот именно для меня это дает, скорее всего, уважение. То, что внешнее уважение от людей, что четкий показатель твоих достижений. А каким ты видишь свое будущее? Моя главная мечта, которую я хочу достичь, чтобы я любому человеку мог сказать, что я приложил руку к созданию чего-то, чем этот человек пользуется. То есть я хочу отучиться в Сингапуре на аэрокосмическое направление и работать уже по космосу, по дальнему космосу, проектировать спутники, аппараты и так далее. Ну, конечно, мы можем пожелать только исполнения твоих желаний, твоих мечтаний. И самое главное, что твое будущее будет связано с наукой. Да, конечно. Хорошо. Василий Климович, а почему все-таки бывает так, что с возрастом у некоторых детей пропадает интерес к науке? Да, вот действительно, да, очень много исследований проведено, да, кстати, и получается так, что когда ребенок рождается, он рождается исследователем, он исследует окружающий мир, у него огромное количество синаптических связей появляется, максимум это все происходит, когда человеку 12 лет. Потом это все начинает очень быстро исчезать, потому что интересы становятся очень довольно ограниченными. Дело в том, что мы очень мало даем возможности нашим детям все это сохранить, потому что мы как раз ограничиваем немножко, да, так сказать, их отрасли интересов, да, а на самом-то деле мы должны это все расширять и расширять, чтобы эти все связи, возможности, ассоциации увеличивались, да. Для этого мы должны понять, что человек может развиваться исключительно богато и сильно, когда он имеет свою возможность выбора, да, так сказать, что он может изучать, что он должен исследовать и прочее. Поэтому вот существует наша организация, как Малая Академия Наук, которая позволяет... Которая осуществляет и поддержку талантливых детей, да. Ну и, кстати, я знаю, что форум не ограничивается только отбором членов МАН, и здесь будут проходить очень интересные, насыщенные события. Да, как раз это и называется форумом, да, форум — это место, где люди встречаются, обмениваются идеями, что-то узнают новое, индоктринируются определенным способом. У нас будут очень интересные встречи, как раз наш университет, великолепный Северо-Восточный федеральный университет, институт психологии, группы поддержки, они будут вместе со студентами заниматься своими стратегиями, да, так сказать, карьерного роста и прочее. Будут представители нашего знаменитого министерства экономики, которые будут работать с детьми, думать о том, каким образом развивать Якутию. Хорошо. Спасибо вам за очень интересную беседу. Я напомню, что мы говорили о республиканском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры». Дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Сильные идеи для нового времени». Так называется форум, инициатором которого выступает агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Идеи и предложения граждан сегодня со всей страны собирают на одной площадке. Далее им предстоит отбор, и самые яркие, сильные проекты получат возможность для своей реализации. Напомним, что первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. В этом году форум проходит уже в третий раз. И сегодня в программе мы говорим о том, для чего нужны сильные идеи, как о них можно заявить, и как государство может помочь реализовать гражданам или объединениям перспективные проекты для развития России. Тем более, что до окончания сбора идеи у нас остается буквально два дня. Итак, гости нашей студии – это заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Андрей Александрович Сосновский. Добрый день. Добрый день. И общественный представитель агентства стратегических инициатив, директор Центра занятости населения Республики Роза Семеновна Ольсова. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону 32 00 66 32 11 66. Ну что же, итак, буквально два дня у нас остаются до окончания приема заявок на этот форум. Ну что это должны быть за идеи вообще, на что мы рассчитываем? Ну, данные идеи, они направлены, там несколько направлений. Наша республика на сегодняшний день, она лидирует по Дальнему Востоку. У нас уже на краудформе собрано более 86 проектов. Там несколько направлений, но больше всего у нас откликаются проблемы по экологической повестке, по социальной и, конечно же, технологической. По опыту 2022 года у нас были представлены проекты, которые были направлены именно на улучшение медицины, то есть с применением IT-технологий, это облачная поликлиника, и также развитие телемедицины. Обратимся к прошедшему форуму 2022 года. Сколько тогда всего было представлено работа от нашей республики, и вообще сколько идей потом вошло в финальный топ-лист? 180 проектов, значит, в топ-лист мы вошли в топ... Ну, в начале отбор идёт топ-100, потом топ-20, которые... И мы также отбираем здесь, внутри нашего региона, в республике Схай-Якути, топ-10 сильных, которые будут представлены главе республики. Из них идёт выборка из трёх проектов. Вот была киносеть «Экстра-синема», да, чтобы сделать доступным для населения, для отдалённых наслюков нашей республики. Оно было поддержано главой республики, Айсей Сергеевичем Николаевым. И сейчас, в связи с новыми событиями, санкциями и так далее, проект, он получил действительно федеральную поддержку. Конечно, основная цель – это донести свою идею, своё видение для того, чтобы изменить социально-экономическое благополучие нашей страны. И уникальность данного форума в том, что у нас нет никаких ограничений. Ни по возрасту, ни по всем направлениям, то есть дороги открыты. Спасибо. Можете ещё привести примеры, да, вообще, какие интересные, актуальные идеи были поддержаны, и вообще, как шла их реализация? Ну, реализация, на самом деле, вообще, оси, как платформа, даёт довольно-таки хорошую возможность донести свои идеи до первых лиц региона, до первых лиц государства. То есть вот те отборы, топ-1000 сначала идёт, потом, собственно, уже топ-500, потом топ-100 и так далее, топ-10, в итоге всё, круг сужается-сужается. Они все, с каждым отбором, творя идея, должна становиться более проработанной, более, скажем так, на шаг ближе к её реализации, собственно. И вот те идеи, которые сейчас, даже если вы зайдёте на сайт агентства социалистических инициатив, посмотрите, какие идеи уже реализованы по всей стране, то они, естественно, имеют большую поддержку государства, у них есть необходимые рычаги воздействия, механизмы, даже вот те идеи, которые были сказаны, презентованы перед Айсен Сергеевичем, они, естественно, были реализованы. Мы сейчас можем говорить, что облачная поликлиника – это успешно функционирующий проект. Экстра-синема также востребован, в том числе, ну, и в свете последних событий, то есть можно сказать, что эти проекты, которые на самом деле востребованы. Мы сейчас, ну, забегая чуть вперёд, скажу, вот когда мы проводили акселераторы по отбору идей, вот, мы смотрели и видели, что люди, запрос есть на то, что люди хотят донести свои идеи до руководства и поучить реализацию, то есть люди заинтересованы в этом. Самое главное, надо понимать, что идея – это как бы база, и агентство стратегических инициатив даёт такой, наверное, длительный промежуток, то есть надо будет готовым быть, что работать над ней всё лето, ну, примерно плюс-минус, то есть с отдыхами, но если вам скажут, что, грубо говоря, ваша идея там вошла в топ-10 от Якутии, то вам надо понимать, что вы должны её дорабатывать, и все вот наши вот мероприятия, министерства, проводимые с уважаемыми экспертами, они направлены на то, чтобы именно дать необходимые рычаги и механизмы на то, чтобы вы пришли домой и подумали, а посмотрю-ка я на свою идею под другим углом, потому что когда ты вовлечён в процесс, думаешь об этой идее, ты можешь не видеть некоторых там недостатков, пробелов, или не видеть весь стратегический, скажем так, недаром же у нас агентство стратегических инициатив, стратегический момент, как эта идея может развиваться в перспективе, а вот как раз эксперты, они дают это направление, и потом уже, когда, собственно, ты входишь, например, в топ-10 от региона, презентуешь это главе республики, то, естественно, там тоже уже с учётом опыта государственного управления, с учётом всей государственной машины, механизмов, уже тоже получаешь необходимые рекомендации, советы, чтобы твоя идея именно работала, вот, и это очень важно, потому что сейчас, как модно, и на самом деле очень много конкурсов различных, но эти идеи мы вот, наверное, когда проводили отбор и так далее, мы спрашивали, а вы видите возможности для масштабирования? То есть вы должны понимать, что вы можете своей идеей, там, неважно, где вы находитесь, на нашей большой республике, вы можете её донести, ну, и пронести свой проект на всю Россию, его транслировать, это важно. А в Якутске 21 апреля, как раз-таки на базе пространства «Точка кипения» прошла сессия, да, о которой вы начали говорить, где рассматривали лучшие идеи для подачи на форум, сильные идеи для нового времени. Вообще, в чём суть этой акселерации, да, и насколько, вот, как люди относятся к ней, да, они понимают, в чём значимость её? Да. Безусловно, данный форум, она объединяет все сообщества, да, стоит отметить здесь участие муниципальных образований нашей республики, это общественные организации, некоммерческие организации, да, то есть агентство стратегических инициатив, это прежде всего про сообщество. Цель для того, чтобы улучшить жизнь людей и чтобы дать каждому человеку возможность поменять эту жизнь к лучшему. Значит, мы сделали такой акселерат при, значит, при поддержке заместителя-председателя правительства республики Сахаикуте Ольги Валерьевны Балабкиной, которая курирует у нас социальный блок в республике. Конечно, у нас очень много было ряд проектов, которые направлены именно в социальную деятельность, да, и это воронка, которая обеспечит, вот когда вы загружаете свою идею на краудоплатформе Росконгресса, воронка вам дает возможность того, что вы можете получить прямую связь от федеральных экспертов, от правительства нашей республики и также от тех людей, которым ваша идея может совпадать. Вот по личному опыту участия у меня была идея, значит, по объединению некоммерческих организаций в одну платформу. И вот Виктор Альбицкий, он член Общественной палаты Российской Федерации, у нас с ним была схожая идея, но у него была больше, она про качество, скажем так, да, то есть она была докручена, упакована, и мы с ним объединились. И такими вот с помощью объединений людей мы можем действительно добиваться больших, вот как сказал Андрей Александрович, больших результатов для изменения нашей страны. И у нас, ну, лозунг нашего мероприятия, эту страну меняют люди. Хорошо, вот вы сказали о том, что наша республика занимает лидирующее положение. Да, на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке. И в прошлом году, кажется, это было так, да? В прошлом году это изменилось, к сожалению, в последний момент. Хабаровск вышел вперед всего лишь на три идеи, если я не ошибаюсь, да. То есть, ну, на самом деле, вот сейчас тоже были установочные совещания коллег с ОСИ, которые говорят, что не гонитесь за количеством, не гонитесь за качеством. Мы тоже вот с этой целью вот мы механизмы по отбору идеи прорабатываем, пытаемся донести о том, что идеи, пускай это всего лишь идея, но надо ее максимально пытаться поработать с разных сторон. Это как бы, ну, важно. Вот. И второй момент, конечно, мы всегда говорим о том, что, вот как уже было сказано, что мнение правительства получить, обратную реакцию, это очень важно. Сейчас, наверное, я буду как этот небольшой спам-реклама. Самое главное, чтобы люди загружали идеи на платформу, и инициировали это. А потом уже, собственно, когда... Да, мы поможем, мы докрутим, собственно. И потом уже будет, когда голосование, я уверен, что если ваша идея наберет популярность, то вы спокойно... Ну, на самом деле, дойти и выйти в топ-10, если, на самом деле, как говорится, значимым проектом, это довольно... Ну, реальная задача. Это дорогого стоит. Да, это дорогого стоит, это реально, да. То есть самое главное быть уверенней и забивать свои проекты, идеи. Вот. Что касается количества заявок, мы всегда знаем, что Якутия у нас активна, у нас очень много некоммерческих секторов, у нас активные студенты, даже предпониматели подходили на акселератор, и люди понимают те возможности, которые им дает ОСИ, но те, кто не понимали, мы им донесли, в принципе, вот, в рабочем порядке, и они все замотивированы. Это большой плюс. Вот. И мы уверены, что с количеством идей проблем не будет. Самое главное, я опять же повторюсь, это не лениться, быть уверен в себе, заходить на платформу. Там есть, кстати, и видео определенные, вебинары, которые дают понимание. И многие люди, которые приходили в первый раз, участвовали, они заряжались этой идеей, они понимали, вот для чего это, и какой масштаб дает. Это такой своеобразный социальный лифт идей. То есть вы не в части карьеры, а именно в части того, чтобы потом говорить о том, что вот это мой проект, который погремит на всю Россию. Это действительно было бы здорово, да? Да. А кто активнее всех, можно сказать так, фонтанирует идеями? Это, ну, как граждане, общественные объединения, вот те же предприниматели, или кто? Ну, прямо вот выделить лидеров мнения на сегодняшний день все равны. То есть все равны, и есть ряд идей, они уникальны. Допустим, передвижной комбинат «Пуск», он у нас тоже вошел в топ-3 в том году, да, он реализован на площадке центра занятости населения республики Саха-Якутия, и тоже имел такой вот хороший положительный отзыв среди соискателей работы. Конечно, нужно ориентироваться, прежде всего, на вызову времени, да, что мы сейчас должны внести повестку, которую, во-первых, все это очень серьезно, потому что те проекты, которые берут уже на распространение, масштабирование на федеральном уровне, они, как правило, закладываются в социально-экономическое развитие страны, то есть они уже доходят до федерального центра в лице правительства Российской Федерации, да, и, прежде всего, это вы должны себе ставить амбициозные задачи, что у вас есть возможность сказать президенту, то есть лично донести свое видение, да, как вы видите, например. В том году финалистам проектом стали за работой вместе. Вот сейчас идет уже поддержка федерального центра, и данный проект масштабирует на всю Российскую Федерацию. Вот. И раньше такого не было. И это действительно социальный лифт, который направлен на то, чтобы граждане сами вовлекались, да, вовлекались в эту историю для изменения нашей страны к лучшему. Что ждет авторов проектов, которые войдут, например, в топ-лист? Ну, неважно, десятку, сотню? Ну, в начале, конечно, мы представим, сейчас уже отобранные лидирующие проекты, да, еще есть два дня. Вот дополню, Андрей Александрович, у вас сейчас задача, главное, загрузить свою идею. Там дается время на прокачку, значит, на оформление данного проекта, да, вы получите данную экспертную поддержку прямо там на самой краудоплатформе Одесса-Росконгресс.орг. Значит, далее мы уже смотрим выгрузку по республике Саха-Якутия, ну, если вот прямо техническую работу все рассказывать. Потом это направляется уже нашим экспертам. Я не одна общественная представитель Агентства стратегических инициатив. У нас по каждому направлению есть ответственные. По кадровой, по экологической повестке, по бизнесу и предпринимательству и так далее. Далее уже совместно с исполнителями органов власти, вот у лица у нас соответственное министерство, это министерство молодежи нашей республики, мы уже формируем шорт топ-10, да, то есть по этим критериям, которым они должны отвечать. А далее уже они представляются главе, и уже там уже, значит, с комиссией определяется топ-3 финалистов. Несмотря, дойдут они до топ-100, дойдут до топ-20, все равно будет оказана поддержка главы республики Саха-Якутия. Вот это, как бы, я считаю, что это огромная мотивация для того, чтобы, возможно, да, возможно, начать с самих себя внутри республики. А потом уже вот как с проектами «Экстра-синема» у нас, да, он у нас выступил, кстати, вот 21 апреля, вдохновил ребят на, потому что он действительно рос, рос вместе с нами. В первый трек, когда у нас был первый форум, ну да, проект был, да, вроде бы хорошо, интересно, но он резидент IT-парка нашего Якутии, а сейчас получается, что уже, ну вот, все поменялось, и он остался, стал вообще вне конкуренции. Его социальная значимость увеличилась. Да, да, в три тысячи раз, как говорится, вот, поэтому здесь есть к чему стремиться, и это удинкальный пример нашей республики. Хорошо, давайте напомним еще раз, до какого числа можно успеть представить свои идеи? По 26 апреля включительно надо необходимо... То есть до 24.00? Да, 0.00. По московскому времени. По московскому времени, так что если кто бессонницей страдает, до 6 утра можно забивать. У нас плюс 6 часов еще. Да, плюс 6 часов на платформе, которая, вот, собственно, идея roscongress.org. Вот, заходите, заполняйте, там есть подробная инструкция, там ничего сложного нет. Самое главное, это, опять же, как я говорю, максимально подробно, доходчиво, всесторонне описать свою идею. Вот, это главное. Потом уже эксперты помогут доработать, покажут сильные стороны, похвалят где-то, скажут, укажут на точки роста. Вот, потому что на самом деле мы, у нас довольно-таки хорошая команда экспертов, все настроены позитивно, и как бы нет цели никого ругать, все хотят именно, чтобы вы сделали сильную идею, потому что слоган тоже у нас сильной идеей нового времени, поэтому ваша идея должна быть сильна. Вот, ну и, собственно, опять же, в топ-10 представить идею в голове республики, это уникальная возможность, там будет собран тоже высокий экспертный совет, и Ольга Валерьевна Балабкина будет, вот, которая также скажет свое экспертное мнение по этим вопросам. Поэтому на самом деле это уже дорогого стоит, и вы точно получите поддержку на территории республики, это определенно. Вот, а у нас республика большая, поэтому для пилота, скажем так, это уже прекрасно. Да, и дополню, лучшие они лично представляют свой проект Асен Сергеевичу. То есть это личная возможность также пообщаться с главой, услышать его точку зрения, мнение, как бы, ну, на взгляд на ваш проект. Самое главное, в эти дни, значит, не бояться, а продвигать и заполнить правильно графу о своей идее на краудплатформе. Да, абсолютно все верно, да, и, собственно, форма очень простая, там нет ничего проблемного. Хорошо, я благодарю вас за очень интересный рассказ. Дорогие друзья, это была программа Якутск сегодня, ее подготовила и провела редактор Сергея Анатонова. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok